Часы пустить. Пара большая. Поехали. Добрый ранок. Я Дмитрий Антонов и вы находитесь на моем канале. Канал рассказывает о авиации, о больших самолетах и о людях, которые работают на этих самолетах. И сегодня 20 травня. День вышиванки. Мои витания всем. И я чекаю, кто ко мне сегодня придет. Давайте не будем загадывать. Посмотрим. Стучатся. Мои витания. 20 травня. Днем вышиванки. Олег зашел ко мне в гости. Поэтому сейчас с ним побеседуем. А зашел ко мне в гости Олег Владимирович Булавчик. Летчик наш. И, Олег, расскажи, пожалуйста, как это все начиналось? Как ты попал в авиацию и что тебя сподвигло на это? Ну, можно сказать, чисто случайно так получилось благодаря папе и маме, что я родился возле нашего любимого аэродрома. И со школьной скамьи, можно сказать, просто видел самолеты, как они садятся, как проходят испытания. Ну, очень часто в то время летали. Много было полетов. На День авиации каждый год. Тогда были праздники, конец 80-х, начало 90-х. Это было грандиозное шоу с полетами, показами. Приезжало очень много народа. Ну, это все впечатляло, очень впечатляло. Это было что-то такое заоблачное. И по окончанию школы было желание стать летчиком. Ясно. И как это происходило? Куда ты решил поступать? Ну, тогда я решил поступать в военное летное училище. Выбор был невелик. Хотел из Чернигов, но Чернигов на то время уже закрывался. И принял решение в Харьковске из летчика ВВС. Для этого, когда проходил комиссию крайнюю в военкомате, там спрашивали, куда хочешь, сказал. И, получается, прошел комиссию районную, областную. Потом на летом поехали на сборы. Я помню, в свое время это на ДВРЗ надо было ехать. Да, где-то там. Там тоже был, да? Там собирались все, там много народа было. Очень много было. Там прошел, потом поехали в Харьков. В Харьков на две недели сборы. И там что-то не понравилось одному врачу в моем здоровье. И так получилось, что... А сказали, ну, годик сделаешь операцию, в следующий год придешь. Ну, год не хотелось терять, и я... А параллельно с этим я еще поступил, можно сказать, в ХАИ. Ага. Ну, наверное, конструктор был. Ну, наверное, конструктор был. Серьезный ВУЗ. Серьезное занятие. Ну, да. Там очень серьезное занятие. Очень много требовали. Ну, сильный ВУЗ был. Так впечатлило. Понятно. И что? И вот это все? Сколько это, пять или шесть лет? Не-не-не. Отучился в ХАИ? Первый год в ХАИ я учился, но понял, что с ХАИ я на борт самолета не попаду. Но тогда представления были еще другие совсем. И тогда я узнал, что в Киеве на борт инженеров можно попасть. Для этого после второго курса мех факультета отбирали на летный факультет. Я перевелся на МЕХ, второй Киага МЕХ отучился. И прошел, к тому же успешно все прошел. И поступил на третьем курсе на факультет летной эксплуатации воздушных судов. Специальный спортинженер. Там же? В ХАИ? Не-не-не. Я перевелся в Киага на МЕХ. А, понял. Нынешняя НАУ? Нынешняя НАУ, да. Была Киага, потом КМУ состала, потом НАУ уже. Заканчивал я НАУ. Понятно. То есть интересно. То есть в процессе учебы немножко подвигался по университетам? Внутри вуза поменял, да. И потом после окончания института я был на практике в Остомеле. Нам дали к борт инженеру еще полетать на нашей двадцать шестой. И после окончания института, после некоторой паузы меня взяли в нашу родную фирму. Ну, взяли и сказали, что борт инженер должен сначала все попробовать своими руками, знать мою часть. То есть ты прошел через наземную службу у техников, которые... Двадцать шестой цех тогда был, Ан-26, Ан-12. Тогда было три Ан-12 их летало. Всех их прошел, разобрали, перебрали. Так, а в качестве борт инженера ты в каких самолетах летал? А потом помните, когда большая работа началась и был первый набор в 2003 году? Да, да, да. Вот это в этом наборе я... Мы проходим помимо Бориспольских и остальных. Своих взяли, четыре человека, нас прошли конкурс. И с первого апреля 2003 года я был принят на работу в качестве борт инженера. Так, то есть ты и полетал у нас на, наверное, 26... Ан-26, Ан-12, потом на Руслане успешно полетал. Ну, а, скажем так, судьба дала второй шанс. Вот, об этом расскажи, пожалуйста. Судьба дала второй шанс. И, как бы, при Союзе считалось, что летчиком должен быть как бы с пеленок после школы. Ну, а тут открыта Европа, международные требования, и можно было... Любой человек мог, в принципе, приучиться на пилота, пройдя определенный путь. О, чуть-чуть об этом пути. Что ты сделал для этого? Я сделал, ну, думал, хотелось... Мне один человек, кстати, он сказал, ну, там, как все в комплексе представишь, ну, очень большой путь надо было пройти. Он говорит, ты не это самое, ты сделай одно. Сначала надо было получить приватного пилота. Я поехал в Кировоград, прошел теорию. Потом встал вопрос об отлете. Отлет... Очень хотелось полетать на Як-52. Мне нравились пилотажные самолеты. И так с нами учился в группе. Тоже так же само по моему пути шел парень. Он был инструктором... У него уже было ППЛ. Он был инструктором в аэродроме Цуни возле Львова. Угу. И договорился, созвонились, поехал туда и там летом успешно на выходные ездил и летал, проходил подготовку. Там вот это прошел практику для получения СППЛ? Нет, нет. Там, смотрите, там я просто получил налет. Нужно было 40 часов налетать. Ага. Я получил налет, а потом еще подождал. Это уже была осень. Надо было уже официально пройти отлетать. Ну, там есть программа, разные уровни подготовки. Ну, мне надо было проверку отлетать. Я в начальке отлетал проверку и получил светильство ППЛ. Хорошо. Ну, для того, чтобы потом все-таки стать летчиком, кем-то сейчас надо было получить commercial pilot license. Да. Как это происходило? Это происходило... Выбрал Ан-26. Выбрал Ан-26. Поехал в Кировоград, снова же переучился. И путь отлета был сначала на нашем самолете, потом он встал. Я в авиакомпанию другую пошел. И там долетал свои 100 часов. Отлетал 100 часов. Получил заветный свидетель, лицензию пилота. И у нас уже был переведен на должность второго пилота. И тогда в то время очень активно летали АСУ-48. Это был мой такой первый самолет. Довольно современный. И мы тогда выполняли полеты под Германией Мау. Много летали. Много летали. Там я ввелся в строй полностью, как второй пилот. Интересные были полеты. А еще один вопрос. Я знаю, что, ну, мы так шутя говорим, клан булавчиков. Вас много работает. Мама у нас работает, брат работает. Расскажи, пожалуйста, о своей семье и вообще о большой семье. Ну, у меня мама, папа. Папа работал, мама работает до сих пор. Брат младший, ну, как говорите, переплюнул меня. Он летчик с пеленок. Он уже командир на двух типах. Молодец. И семья, жена, сыновья. Молодшему скоро будет годик. Так что я молодой папа, можно сказать. Ну, это да, да. Это очень замечательно. Все нормально. Все нормально в этом плане. Хорошо. Тебе только пожелания дальнейшего развития и всех благ. Поэтому еще раз витаем всех за святым Днем Мышеванки. Найкращие побожания. Найкращие побожания за святым. Не переймаемся, живемо. И обязательно дальше будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова